Наш телеканал уже рассказывал о ситуации, которая сложилась в Тверском пригороде в деревне Палкино. Там без воды оставили целую улицу, на которой располагаются около 10 таунхаусов. Как избежать этих и других проблем при покупке недвижимости, об этом в нашем следующем материале выпуска. Напомним, что жители этих домов в деревне Палкино 8 лет вполне аккуратно платили за воду. Однако затем вдруг ее отключили, когда выяснилось, что поставщик незаконно произвел врезку в трубы Твереводоканала. Странно, что эту структуру только сейчас озаботил данный факт. Однако перекрытие вентиля вполне следует букве закона, отмечают юристы. Организация, которая предоставляет данные услуги, имеет право без предупреждения отключить воду у собственников частных домов, которые осуществили самовольную врезку. Более того, с собственников по кодексу об административных правонарушениях, статья 7.20, может быть изыскан административный штраф. И такие истории случаются постоянно, когда гражданам предлагают купить то частный дом, то таунхаус, а иной раз и квартиру в многоэтажке. А затем выясняется, что здание было незаконно подключено то к воду, то к электроснабжению. Чтобы избежать таких проблем, перед приобретением жилья надо первым делом обратиться в муниципалитет. Именно жители должны обращаться сначала в администрацию, узнать, а кто вас обслуживает, а к кому нам пойти, в какую организацию, чтобы нам подключили воду. И никакая администрация не скажет, вот там у соседа скважина, идите к ней врезайтесь. Естественно, администрация отправит в лицензированную фирму. И вообще, покупая недвижимость, нужно тщательно просматривать не только само будущее жилье, но и все документы. Если не уверены в себе, лучше дать их прочитать профессиональному юристу, чтобы потом, через сколько-то лет проживания, не остаться без света, воды, газа, а то и отопления посреди зимы.